За 45 лет менялся разве что инвентарь и состав рулевой у клуба, оставался прежним заслуженный тренер РСФСР Владимир Кобзев о том, как строили лодки, рубили канаты и вдаль уходила земля. В 76-м я поступил на РАФАК осенью в государственного университета, а в 77-м на первый курс пришел. И меня выбрали физоргом факультета. Назначили в бюро комсомола в ЛКСМ, историко-филологического факультета, назначили физоргом факультета. Отсюда все пошло. Начал я там команды собирать и по футболу, и по волейболу. С мальчиками проще было, с девочками тяжело было. У нас тогда в университете одна волейбольная команда была, профессиональная, хорошая команда. Ну и естественно, чтобы играть в этой команде, надо было минимум лет 6-8 потренироваться. А девчонки приходили на первый курс. В принципе, девчонки мощные, такие спортивные, но не тренировались никогда в волейбол. Ну в школе там так, чуть-чуть играли в пионербол. Поэтому, естественно, профессиональный уровень. Но их особо-то и... Ну никому они не нужны были, тот же волейбольной команде. То есть практически, если 6 лет надо тренироваться, 5 лет учиться. То есть... Ну статистика еще была такая, как Петр Яковлевич Дугнист мне сказал. А статистика такая, что, как правило, на третьем курсе они все замуж уходят. И мне, говорит, смысла нет у кого-то что-то тренировать. Ну и тогда Ольга Михайлева была. Она тогда сказала, давай изобретем вид спорта там, где мы первые будем. И тут как раз хоккей начался. Он начался в 76-м году на Олимпийских играх в Монреале. Объединились два женских комитета международных в один. И хоккей на траве. Мужчины-то на Олимпиаде с 1908 года присутствуют. А женщин не допускали, потому что две международных федерации было. Они объединились, создали координационный совет. И в 76-м году приняли решение, что в 80-м году на Олимпиаде женщины будут играть. Ну и, естественно, партия сказала, что мы, коли хозяева Олимпиады, то мы должны по всем видам спорта выставить команды. Ну и, естественно, хоккей на траве женского тогда в Советском Союзе не было. Мужской был хоккей, уже неплохой был, хороший хоккей был. Вот. Ну и все. Как раз по радио Антижанка сыграла с Московской области со Спартаком игру. И по маяку, там, по телевизору объявили, что вот первая игра женских команд. Их тогда две команды всего было. Вот они между собой сыграли, там, так-то. И я услышал, утром собирался в университет, и девчонки услышали. Ну все маяк слушали, как обычно. Утром-то что, телевидения не было с утра. Собирались, маяк слушали, погоду заодно, и там новости. Они услышали, прилетели ко мне. Вот, давай хоккей на траве. Я говорю, ну, в принципе, я так маленько в нем соображаю. Что там где-то в 68-м, 69-м пытались мы играть сами. Там, кое-какая литература, книжечка у меня была, я ее покупал. Тогда выпустил спорткомитет СССР. А вот, я говорю, ну, в принципе, понятия имею, что такое. Я говорю, давайте, собирайте команду. Ну, я на ней думаю, ну, так мне особо-то неохота было. Я говорю, наберете состав, человек 9, я буду тренировать. Подходят, через дня два мы набрали. Ну, думаю, как, что, пошел в старт магазина. Я говорю, клюшки есть, они для какого вида хоккей на траве. Я про такой вид спорта никто не слышал. Ну, что делать? Ну, думаю, куплю для русского хоккея. Там, подрежем ручки, там, сделаем. Ну, 5,20 клюшка стоила. Я говорю, ну, собирайте по 5,20. Для студентов это, в принципе, большие деньги. Думаю, ну, не соберут, значит, не будем тренироваться. Они подходят, через два дня мы деньги собрали. Ну, что, пошел, купил клюшки. Проблема была в мячике. Мячей не было. Для хоккея с мячом маленький мячик. Ну, вышли из положения. Значит, этот мячик хоккея с мячом одна девочка крючком обвязала, попробовала. Он легенький был, но по объему сделал. А другая делала. Взяла картошку, обшила кожу. Кожей получился мячик. Ну, по весу она картошку взвесила, по объему, по диаметру. Вот. И сделала это Ольга Михайлева. Вот она сделала. Ну, и все. Начали. Где тренироваться? Ну, на университетской базе, вот здесь, в лесу, пришли. Там ключик лежал под половичком. База тогда. Ну, там сторож был, конечно. Но ключик лежал. Там мы сами приходили, тренировались. Взяли ключ, открыли базу. И в лесу между сосенок гоняли мячик. Ну, так вот потихоньку с этого и началось. Осенью, в 78-м году, меня университет командировал в Ташкент. Там был всесоюзный семинар. Я туда приехал. Мне подарили там 10 мячиков. Щитки защитные вратарские подарили в Ташкенте. Это Величко. Леонид Константинович, там был такой тренер. Вот. И направил меня в Днежан, дал командировку от своей школы. Говорит, съезди в Днежан, купи клюшки. Потому что у нас нет. Сделал командировку, якобы от школы. Я поехал, купил 16 клюшек. На университет. Первые клюшки у нас? Это были настоящие такие клюшки. С одного удара рассыпалось. Поэтому их клеили, играли аккуратненько. Потому что было, как ударишь, ручка в руках, а крюк полетел. Но они не умели делать. И дерева в Днежане толком-то не было. А потом узнал, что у нас, оказывается, в Гуревске, под боком, в Кемеровской области, клюшки делают. Узнал, созвонился. Они все звонят, а никто ни одной клюшки еще не купил. Их заставили тоже по разнарядке. Заставили делать. А там какой-то колесный цех был. То есть, они такая небольшая какая-то фирма. Ну, заставили делать. Мы их делаем, а сбыть не знают куда. Ну, я приехал. 50 клюшек приехал. Как-то там перечислением, как-то счет. Ну, короче, они мне с радостью отдали. 50 клюшек. Чуть ли не без всяких бум. Ну, доверенность привез. Но деньги мы потом перечислили. Буревестник деньги перечислил. Ну, а перешли в «Спартак» из Буревестника. Там было уже налажено. Тогда «Спартак» развивал хоккей на траве. В высшей лиге из... Тогда высшей лиги было... Высшую лигу сформировали в 79-м году. Мы в 78-м году весну оттренировались, и никуда денег не было на турниры, не поехали. Они в 78-м провели турнирчики, организовали высшую первую лигу и стали играть. Команды росли, как грибы. Тогда же женского футбола не было, шайбы не было, хоккей с мячом не было. И на больших полянах в формате, как футбола, только хоккей на траве появился. И очень много девчонок шли в хоккей на траве. Потом, конечно, когда появился футбол, появился хоккей с мячом, потом шайба, отток пошел в обратную сторону. Если раньше мы там набирали, шли спортсменки, легкоатлетки, баскетболистки, все конько... У меня играло много конькобежек, девчонок хорошо играли. Они в посадках сидят, низко, хорошо, удобно. Легкоатлетки, те бежали быстро, но на прямых ногах похуже у них, и руки не работали. Баскетболистки неплохо, волейболистки неплохо играли в хоккей. Но, как правило, в принципе, я попытался с других видов кого-то перетаскивать. Ну, в общем-то, так понял, что это бесперспективно, потому что все-таки надо начинать с молодых. И я пошел, набрал по школам где-то в пяти школах, набрал секции одного возраста. Ну, зиму тренировал, к весне их сливал в одну команду. Ну, к осени человек десять оставалось. Осенью набирал снова в этих же школах, только уже годом там, два года младше. Ну, объявление, в школах вешал объявление, писал там сам от руки. Нет, я брал как? Я брал какую-нибудь афишу какую-нибудь, каких-нибудь соревнований, и на нее клеил, уже на машинке отпечатал, отпечатанный текст клеил, и в школах вешал. Вот, приходил на урок физкультуры, преподаватели договаривался, приходил на урок физкультуры, показывал клюшку, показывал фотографии, там, наглядный материал показывал, как вести, ну, набор делал. Ну, обычно так, от двадцати двух до четырнадцати человек, желающих, приходило одного возраста. Ну, если учитывать, что пять школ, то это получалось так довольно нормально по народу. Ну, из них, я говорю, к весне человек двадцать так уже оставалось, так действительно талантливые. То есть отбор был хороший. В восемьдесят втором году, в восемьдесят первом году мы на Росспартаке стали вторыми, ну, и на базе нашей уже и сборную стали формировать Россию команду. И так мы потихоньку поехали. Ну, поездок много было, играли много. Росспартак, только два турнира ЦС, нас после восемьдесят третьего года, нас на ЦС вызвали, а там высшая лига играла, чемпионы Союза играли в этом турнире. То есть солидные такие турниры, ну, там уже и Кубок СССР пошел, то есть мы стали наигрываться. А там в сборную девчонки поехали, кто в Россию, кто в сборную Советского Союза. Всех своих помните? Ну, кто играл в команде мастеров, конечно, да. Потому что иногда встретишь там лицо знакомое, забыл как, или фамилию, имя помнишь, на лицо вот, ну, скажут фамилию там, допустим, ну, Иванова. Ну, вот фамилию помню, а лицо представить не могу, вот как. То есть смотря в зависимости, сколько лет человек играл, как играл, ну, практически-то так вот. Основных-то всех своих помню, и до сих пор, в общем-то, мы и встречаемся, и перезваниваемся. А, картошка. Прожила долго, положил я ее в музей. Какая-то не зверюшка, а какие-то насекомые съели картошку. Хватился, одна кожанка выкинул. Так что в музее у меня нету этого раритета, в клубном, но... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...